Добрый день, дорогие дончане! Квартира номер 3. Любовь Егоровна Бычкова. Маловато, но это общая проблема по стране. Яровых хорошие, то есть мы, в общем-то, тот план, который у нас стоит, мы постараемся выполнить. Мы просим вас содействия. У нас дом наш 180-й по улице Октябрьская, и нам там чуть-чуть не дотянули газ. Срок какой газификации? Проект выполнен или не выполнен? Проект сделан? Проектные работы сделаны. Сейчас вышли новые правила. Нужно обязательно межевать землю под этими газопроводами. Вот мы сейчас на этом и ведем работу. То есть проект сделан, экспертиза прошла, нужно делать межевание, и тогда мы сможем уже работать с проектом. А вы что, попали в какую-то программу? Нет, ну сначала понятно, что мы должны попасть в программу, само собой. Ну а тогда как вы обещаете, Наталья Валентиновна, что газ будет скоро? Тогда скажите, когда будет газ? Газ будет в следующем году. Так, Шевченко, Элеонора, они в программе или не в программе? В программе данных улиц у нас нет. Нет. Поэтому, Калина, тогда вы будете своих личных денег делать? Вы говорите людям-то правду. Мы правду все угодили, ничего не скрываем. Нет, ну когда что вы говорите, что будет скоро, будет газ. Как он будет скоро, если вы даже не в программе? Сначала вообще-то делается по-другому, сначала люди приходят, попадают в программу, после этого собирают жителей и говорят, вот вы включены предварительно в программу. Финансирование у вас подтверждено, после этого собирают деньги на проект, на экспертизу. А что вы улыбаетесь-то? Вот вы собрались у людей с пенсии по 8 тысяч, вы с них собрали по пенсии. И сейчас куда эти деньги, кому этот проект нужен? Зачем вы людей обманываете? Калина, ну тогда возвращайте людям деньги. У вас зарплата высокая, у вас у седякова, ну и скидывайтесь и возвращайте. Что, головой киваете-то? Мы заявку сейчас направим, конечно, обязательно. Хорошо, вы заявку направите, а если заявка не пройдет по показателям, если они не попадут, у нас денег не будет в бюджете. Что вы будете людям объяснять? Ну у нас хоть дети, три улицы без света, столбы стоят, фонарей ни одного нет. Там нужно устанавливать опоры, просто фонарей не повесишь. Но жители как бы считают, что нужно именно, чтобы мы сделали администрацией с народным бюджетом работать, пока не договариваемся. Потому что вы отсылаете, вы на самом деле, ваша задача решить вопрос. Четыре года назад, когда я начал, приступил к службе, у вас зарплата была какая? 25? 29, да. 29, сейчас у вас 74 тысячи. У вас в три раза выросла за это время зарплата. Эту зарплату вам платят жители области и, в частности, жители Куркинского района. Вот вы, я не очень понимаю, вам что, сложно провести сход граждан и объяснить Надежде Вячеславовне, как она может решить этот вопрос? При всем честном народе врать не будут. Значит, Геннадий Михайлович, завтра в 16 часов удобно вам, Надежде Вячеславовне, в 17 удобно, если соберется? Значит, вы завтра на этой улице проводите сход граждан. Давайте в 18, да. Давайте в 18 проводите сход граждан. Рассказывайте о программе «Народный бюджет», какое нужно софинансирование. Там от вас софинансирование-то нужно 3 копейки, 8 процентов или 5, ну сколько? 8 процентов, ну вообще ни о чем. Там на самом деле, причем-то все, и жители, и спонсоры, он все расскажет. Завтра в 18, мне в понедельник докладывайте результаты. Значит, еще что я хочу сказать, уважаемые жители. Программа «Народный бюджет» у нас еще до 15 августа, мы принимаем еще заявки. То есть до 15 августа все, что вы сейчас включите, мы уже в этом году можем разыграть и начать выполнять работы. Единственное, оплата у нас будет с января месяца, потому что это программа 2016 года. Поэтому на самом деле, не стесняйтесь, пинайте свою администрацию. Вот просто я говорю, пинайте ее, не стесняйтесь. Александр, у меня двое детей больных. Я обращалась насчет крыши. У меня дома льется, невозможно, что на улице, то и у меня дома. Ну то есть вы в два раза подняли стоимость обслуживания, правильно? Подняли в два раза. И при этом мать, у которой двое детей ДЦП, у вас, Александр, взяли на контроль, вопрос понятен. Если не будут выполнять, штрафуйте, а дальше отзывайте лицензию. Понятно, да? Все понятно.